Я приветствую зрителей на нашем канале. У нас сегодня очередной обзор на очередной очень интересный велосипед. Ну, слово очень навряд ли, конечно, можно применить к этому велосипеду, но тем не менее интересный. Сегодня у нас в выпуске карбоновый фэтбайк и добавок еще от компании Каньон. Итак, компания Каньон мне нравится, то есть дикого отвращения она не вызывает, несмотря на их периодические косяки. Но при этом ребята иногда дружат с головой, делают нужную комплектацию к велосипедам, делают нужные версии велосипедов. И среди всего всей линейки этой компании находятся очень интересные экземпляры. В итоге, один из московских катальцев, обычных катальцев, которые катают круглый год, решил себе приобрести на зиму вот такой вот замечательный яркий велосипед. И, кстати, дизайн и вот броскость вот прям на 5 баллов. То есть, вы скорее всего видите просто ярко-оранжевый велосипед, но на самом деле покраска реально качественная, потому что крупная крошка металлика на матовом фоне дает вот прям вот хорошее такое ощущение. То есть, цвет реально приятный, реально красивый, живой, смотрит на этот велосипед. Но вернемся обратно к технической стороне вопросов и вообще по сравнению об этом велосипеде. Официальная стоимость этого велосипеда 1700 евро, где-то там за бугром. Здесь, в России, он обойдется немножечко подороже. Не будем озвучивать причины, но тем не менее, 1700 евро и это больше 100 тысяч рублей. С одной стороны, вроде дорого, а с другой стороны, вы приобретаете карбоновый фэтбайк. Начнем с того, что вы как минимум приобретаете карбоновую раму и карбоновую вилку. И даже если вы обратитесь к азиатским ребятам, карбоновая рама и карбоновая вилка обойдется вам ни разу не дешево. Здесь карбоновая рама и перед тем, как снимать это видео, я немножечко разобрал, а потом снова собрал велосипед. Ну и еще поклеили немножечко пленки на грязевые зазоры, для того, чтобы не пескоструило эту божественную покраску. И что я могу вам рассказать про эту раму. Дропауты здесь алюминиевые с возможностью смещения колеса. То есть, если вы ставите покрышечки не такие жирные, вы можете колесо передвинуть чуть поближе и изменить немножко геометрию велосипеда. Алюминиевые дропауты вклеены в карбон и место склейки вынесено, сильно вынесено от самого дропаута в пространственную трубу. Насколько это надежно, покажет время. Потому что велосипед будет эксплуатироваться зимой и, скорее всего, в агрессивных московских солях и средах. И вот эту байку, то, что алюминиевые детали из карбона со временем выгнивают, мы проверим на деле. Помню про вот этот минус, то, что алюминиевые детали выгнивают из карбоновых соединений. В кареточный стакан здесь сделали обычный пресс-фит, просто карбоновый. И при этом ребятам все-таки подружились с головой и поставили сюда систему, где чашки будут алюминиевые. Ну, выбор системы спорный, с Рэмовская. Но, тем не менее, с Рэм тоже сделал определенный шаг вперед и они сделали грамотные и качественные каретки. И в итоге здесь на каретке пресс-фит с диаметром 41 мм. Стоят пресс-фит с алюминиевой чашки с большим своим подшипником, то, что вы заменить его не сможете без определенных заморочек. На котором лежит система с диаметром вала. В прошлом выпуске я округлил значение диаметра вала и мне сразу поправили. Спасибо, господа, а то я не знал. Значит, что сделали с Рэмовских специалистов? Они сделали свой диаметр вала. Описали целую кучу всяких интересных мыслей, что вот, они там что-то посчитали, что-то там изменили. Побороли законы сопромата, которые гладят о том, что чем больше диаметр трубы, тем будет уделена прочность, выше. Они просто, наверное, не видели этот параграф в учебнике сопромата. И уменьшили диаметр вала до 28,99 мм. Пока вот это проговоришь, просто сказать, 30 мм. Но, это что означает? Что если вы купили все такие штуны, вы их не поставите на обычную каретку BB-30 или PF-30. Но, ребята с компанией СРМ тоже далеко заходить не стали. Они стали сильно изобретать, и они взяли видоизмененный подшипник 6806 и сделали тонкую-тонкую-тонкую-тонкую пластиковую проставочку, которая является его же пыльником. Как все это будет в дальнейшем работать, посмотрим по каждому времени. Сейчас критиковать не будем. Выглядит затейливо. Как будет работать, пока не ясно. И так, в этой раме очень интересный факт. Здесь проходит внутренняя прокладка тросиков-рубашек, как для заднего переключателя, так и предусмотрели для переднего. Это тоже под стандарт сайт Swing E-Type. То есть, если вы заходите сюда поставить передний переключатель, вы будете укрепить под чашку каретки. И с таким вот выходом вы проведете, отключите передний переключатель. Но если вдруг вы хотите и заморочитесь. Но при этом гидролинию проложили вот так вот сверху, вот на раме. Либо делайте все снаружи, господа. Либо сделайте, пожалуйста, гидролинию внутри. И что помешало уложить гидролинию внутри, я вообще не понимаю. Потому что здесь очень красиво сделали выход рубашки. И на верхнем перее прямо ему место. Точно таким же образом можно было сделать на верхнем перее выход под гидролинию. И гидролиния здесь тоже красиво лежала. Вот здесь окошечко под заднюю рубашку надо было чуть пошире сделать. И это тоже вроде не проблема. И сделает вход там и для гидролинии, и для рубашки. То есть сомнительная штука. Но вернемся обратно к описанию вилка. Покритиковайте. Надо было, извините, пожалуйста. Рулевой стакан. Ребра жесткости. Выполнена неплохо. Я специально снял вилку сначала, что внутри устроено. Почему поснял вилку? Потому что мне было интересно, что за рулевая стоит. Ну, здесь стоит Кин Крик. Мне было интересно, если сальник снизу. И там все собрано, все качественно. Чашка запрессовывается в рулевой стакан. Приливка под вход рубашки усилена. И, кстати, изнутри в раме есть QR-код. Точно такой же QR-код есть на вилке, на еще каких-то изделиях. Ну, в общем, если вдруг что-то, куда-то ваш велосипед уехал словомышленниками, его можно пробовать отыскать, опознать. И вы теперь знаете, что внутри рамы есть QR-код. Карбоновая вилка. Карбоновая вилка. И здесь тоже, слава богу, ребята с каньона подружились с головой. Они сделали полностью карбоновой. То есть, это не просто низ карбоновый с алюминиевым штоком, чтобы потом в последующем шток отгнил. Это целиком карбоновое изделие. Единственный вопрос, конечно, у меня вызывает крепление переднего тормоза пост-маунт, где в карбоновое тело вклеены втулки резьбовые. Как это долго прослужит, опять же, посмотрим. Но мы все понимаем, что в этом месте наброс грязи и воды на тормоз минимальный. Но рулевой стакан сделан действительно грамотно. Грамотная рулевая Кен Крик. Полностью карбоновый шток. Отдельная фишка от компании Каньон. И они договорились с Кен Криком. И сделали вот такую рулевую, которая остановит ваш руль от проворачивания и от встречи монетки с верхней трубой рамы. На рулевой имеет специально верхняя крышка, которая зажимается на штоке. А на раме, в свою очередь, установлен такой бампер-ограничитель на двух винтах. И вот эта фишка Каньона, которую он применяет в различных своих байках. И этот байк стал не исключением. Итак, выплатить 1700 евро, получать в первую очередь качественную вилку, качественную раму. Если сравнить с азиатами, то качество здесь гарантирует компания Каньон. И аналогично по характеристикам азиатской рамы будет стоить ни разу не дешево. И довольно-таки простую навеску. То есть, это самый простой велосипед. Называется он Каньон Дудь. Или Дбе. Как удобнее. И переводится это слово... Ну, не будем озвучивать это слово СЛУЖ. Можете смело изучить. В общем, к этой раме и к этой вилке здесь прилагаются более-менее нормальные колеса компании DT-Swiss. На нормальных ободах, на нормальных лентах, на нормальных спицах. И при этом, вот надо было так налажать. То есть, вот есть колеса от компании DT-Swiss модели 2250. И они собраны на рачатах. А здесь вот 370 втулка. На собачках. Бл***ь. Вот разница между втулкой на собачках и на рачатах по надежности. Тем более в зимний эксплуатационный период. Колоссальная. В деньгах не так много. Вот человек, который платит 1700 евро, легко переплатит 57 до 100 евро. Он переплатит, ну поставьте ему нормальную втулку. Все остальное, да пофигу. Потому что в грязи, зимой убивать неважно что. Что с ремоской трансмиссией, что обычные тормоза. Неважно. Все остальное будет расходником. Все это будет меняться постоянно. Но втулки колеса, я думаю, должны быть надежными. То есть, вызывают такие дворякие впечатления. То есть, вроде у вас колеса DT-Swiss с нормальной качественной ободами. На, кстати, швальберских покрышках. Шириной 4,8. Но при этом и собачках. Трансмиссия. Суперный турбатив стилы мы уже обсудили. Самые простые переключатели в версии NX-монетка-переключатель. 12 скоростей. Слава богу, на обычном барабане. То есть, все это можно будет потом заменить на качественное Шимано. И тормоза, кстати, нужно тоже дать должное. Самые простые Шимановские тормоза. Без каких-либо крутых протекающих технологий в верхних линейках компании Шиманов. На минеральном масле. И это одни из самых выносливых тормозов в зимний период времени. То есть, меня спрашивают, что можно использовать зимой, чтобы по дешману поставить июль. Вот такие вот замечательные тормоза Шимана НТ-200. Можно зимой использовать. И за счет того, что он работает на минералке, сами корпуса не так быстро корродируют. И тормоза работают вполне долго. И неплохо себя показывают в эксплуатации. Остальные элементы тоже простые, но тем не менее, все подчеркнуто качественно. То есть, грипсы удобные и мягкие, и при этом обязательно с фиксирующим кольцом. Вот такой вот новый велосипед мы сейчас проверили и подготовили. И в последующем, я думаю, через годик мы обязательно покажем, что произошло с этим велосипедом после зимней эксплуатации. Выявим все косяки компании Каньон. Не забудьте подписаться на наш канал, пишите комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты. Расскоростные. Да, и кстати, забыл уточнить, что в этот велосипед можно установить любые колеса. Потому что 26-ое FED колесо, оно реально здоровое. И на аниверское колесо чуть меньше. То есть, грязевой зазор и вилки, вот этот лютый, который практически рука пролазит, и рамы, позволят сюда установить 29 плюс колеса. Это одна из фишек этого велосипеда. То есть, универсальность практически полная. 27 плюс, 26 FED, 29 плюс. Любой велосипед можно собрать на этой раме. И покупая этот велосипед, вы приобретаете универсальный аппарат, если соберете еще одни колеса. И многие райдеры в Европе так делают. Они покупают одну раму, потом ставят сюда 29 колеса на резине 2.3, 2.4 и используют этот велосипед в летний период времени в туристических целях. Вот так вот.